Привет, мои сладкие, привет, мои хорошие детские, сегодня с Вами снова я, Теганадия, и сегодня я хочу сделать видео о небольших покупках творческих писем, как всегда. Была вот такая вот граб-бумага, покупала я в Мокоши её, как всегда, потому что, в принципе, у нас негде больше достать нормальную граб-бумагу и нормальные творческие товары, но всегда там очень дорого всё. Например, вот этот листок, он, кажется, 30 на 30, да, 30 с половиной на 30 с половиной, он стоит 45 рублей. Я считаю, что это очень дорого. Вот, набор большой бумаги куда дешевле покупать. Они наборами не продают, вот, я не видела у них наборы, и поэтому приходится каждый раз приходить по одному листику покупать, чего-нибудь такого. Вот, такой красивый был, розовый, полосатый, с разными гексиками, а с другой стороны он вот такой вот, красивый такой узор, да. Здесь такие цветочки на голубом таком вот фоне, полосатом, да. Например, маленькие листы, которые 15 на 15, у них стоят по 20 рублей, кажется, если я не ошибаюсь, или 22 рубля. Вот, и это дорого, потому что набор за сколько там листов, тоже, честно, не помню. Ну, в общем, на моём канале будут обзоры по 160, по 150 рублей можно купить на разных сайтах, когда там, знаете, лист 20 рублей отдавать, это уже вообще край. Далее я купила салфетки, тоже для обмена, взяла вот таких вот классных зайцев. Вообще, они завезли вот такие вот носовые платки, но я думаю, их можно использовать как для декупажа, так и для декорирования. Они довольно большие, и стоили они 11 рублей. Такие вот платочки. Вот. Очень красивые зайчики, да. Так что вот так вот. У меня была вот такая салфетка с грибочками и фей. Тоже очень понравилась мне. Она очень интересна у такого дизайна. Она абсолютно разная, да, она вот и сложная даже по-разному. Не так, как другая. Вот. Не по-разному, а по-другому. Что-то у меня заклинило. Да, и с этой стороны другой рисунок. Вот. Так что она совсем уникальная. Можно каждую листрасу отрезать и использовать отдельно. Здесь с дувальчиком фея, здесь с клубничкой, здесь с бабочкой, здесь тоже идет бабочка и фея на веточке, здесь с цветком фея, здесь на грибочке, а здесь с камышом. Вот. Очень красиво. Просто вообще. Особенно если на подарок, или опять же на обмен, потому что мне было бы очень приятно получить такое лично. Далее идет вот такая вот салфетка. Тоже очень-очень мне понравилась. Безумно нежная, безумно красивая. Такие оттенки вообще прелестные. Не знаю, может быть я ее себе оставлю. Либо оставлю фей себе. Какую-то точно. Вот. Потому что их там было мало, и я вот пришла взять такие вот три на выбор. Но вот эта очень красивая, очень нежная. Вот такая вот салфетка с кексами и макаронами. Да, взяла ее для письма для одной девочки, которая присылала мне фолдер. Громадный, красивый. Вот. Я ей собираю письмо. Очень такое интересное. Надеюсь, что ей пригодится такая салфетка. Потому что посмотрите, какая она красивая. Она очень тоненькая, она в основном для декупажа. Вот. Здесь написано «Счастливый день». Очень классный такой персиковый пирог. Вот. И с другой стороны она у нас идет вот такая. Просто боюсь ее раскрывать. Она вся распадается. Да, вот видите, двойная. Один слой от другого уже отделяется. Она у нас трехслойная. То есть, с ней можно много чего делать. Вот. И не бояться, что она испортится. Вот. Да. Ну, вот так вот примерно она выглядит. Очень красивая. Посмотрите, какой кекс. Посмотрите, какие бабочки. Пирог, кстати, здесь только один изображен. Да. А здесь уже с клубникой идет. Еще одну салфетку взяла вот такую для письма, которое я собираю на этой неделе. Вот. Она в голубом оттенке. Но я решила взять просто вот такие вот кораблики. И положу туда. Очень тоже классная. Она поменьше размером, чем с кексами. И она потоньше. Она, по-моему, двухслойная. Да, двухслойная салфетка. Такая стандартная, обычная. Но тоже очень классная. Было бы прикольно декорировать какую-нибудь рамку, например, ее. Или же, например, шкатулку. То же самое. Не помню, сколько стоили они. Знаю, что вот эта подешевле чуть-чуть была. И типа 11 рублей. А вот эта, кажется, была за 20 рублей. Да, кажется так. Затем взяла такую вот ручку Эри Краузе. Просто самую толстую, жирную, которую нашла. Остальные все тонкие были. А это как масляная. И мне уже нечем письма писать. У меня гельки очень быстро расходуются. Вот. И я решила взять просто черную масляную ручку, которую я там нашла. Стоила она, по-моему, 37 или 40 рублей. Где-то так. Чек. Не могу найти чек. Вот. Потом были братцы. Но один братцы, честно, потерялся. Я брала три. Вот один вот такой для письма я взяла. Вот здесь у нас... Как ее? Чайник. Да, чайник с цветочками такими. Вот здесь вот зажим. Вот. В письме отошлю. И взяла вот такое вот сердечко. Бэби-бой здесь написано. И я брала точно такое, но розовое. Розовое. Там, по-моему, другая надпись была. Ну, вот такое вот классное, мягкое. Как леденцовое. Вот. И я не знаю, где оно. Его не было в пакете с салфетками. Куда оно делось, не знаю. Может быть, просто вылетело в сумку, когда я ехала в трамвай. Ну, потом, если найду, надеюсь, что оно не потерялось. Вот. Так что, такие покупки. Это у нас стоило 32 рубля. Это у нас стоило, кажется, просто 30. 30 рублей или 22. Опять же, видите, чека нет. Я не могу вспомнить. Так что, такие вот дела. Всех любит. Ссылала, обнимаю. До новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok